Во время своего видеопоздравления с Днем Республики Батухасиков затронул все сферы и отрасли, в том числе и основную для региона – сельское хозяйство. Прошлый год для аграриев и животноводов стал самым сложным за многие десятилетия. Тем не менее, благодаря усилиям региональных властей удалось сохранить селообразующие предприятия и ядро поголовье, отметил глава республики. В кратчайшие сроки мы получили дополнительные средства из федерального центра, внедрили новые и прозрачные инструменты поддержки, которые уже показали свою эффективность. И позволили увеличить объем прямой помощи сельхозтоваропроизводителям до 1,8 миллиардов рублей по итогам года. Наши фермеры все чаще говорят, что работать по-старому нельзя. И это правильно. Необходимо внимательнее относиться к пастбищам, соблюдать природный баланс, развивать переработку и выгодный для республики сбып продукции. Ведь помимо других преимуществ, калмыцкое мясо экологически чистое и спрос на него большой. Также будем усиливать поддержку нашего растеневодства, которое вот уже несколько лет подряд демонстрирует успешное развитие. Прошлую зимовку сохранили маточное поголовье, хорошо поддержали племенные хозяйства. В тех порядках, по которым мы субсидии доводили, мы указали двойной коэффициент именно племенным хозяйством. Поэтому, когда уже покупали корма, это было на 50%. Вот так господдержка обеспечила их крупное наше хозяйство необходимым запасом кормов. В этом году и в следующем, скорее всего, мы будем восстанавливаться от 2020 года. Министерством дополнительные меры господдержки в данный момент разрабатываются. По итогам текущего года, уже половины года, мы довели более 300 миллионов рублей из 900 запланированных. Редактор субтитров А.Семкин